Трамвай В народе сахатый, он же троллейбус. Шатковалка крадется по Вавилово. Неуверенная походка в целом передает суть происходящего в МУПСГЭТ. Недавно директор СПГС обратился с письмом к главе Саратова Михаилу Исаеву, что скоро повернет рубильник в сторону отключения. По состоянию на ту неделю это было 147 миллионов. Пока долг продолжает расти. Иски у нас находятся в постоянной работе. Исполнительных листов у нас очень много. Но мы их не запускаем в работу, зная о том, что есть много стратегических проектов в области. Если мы сейчас все направим в работу, мы просто все счета заморозим и все эти проекты остановим. Понимаете? Проводником между руководством СГЭТ и пассажирами выступает сам мэр Михаил Исаев. По его словам, сейчас постоянное напряжение не только с СПГС. Весь электротранс искрит долгами. На сегодняшний день на самом деле большая задолженность. Больше 400 миллионов рублей. В основном это энергетика. Какими должны юридическим лицам за какие услуги. Теперь, что касается тех решений, которые мы видим. Чтобы поправить ситуацию, необходимо сформулировать программу. И новый руководитель марта месяцем эту работу закончит, проанализировав. Там несколько направлений. В том числе и работа, которая должна проводиться по возмещению до тарифа за льготные перевозки. Потому что этим видом транспорта пользуется достаточно количество людей, студенчества и все, кто заслуживает разной категории граждан эти льготы. Конечно, это внедрение всех технических средств. Я имею ввиду возможность оплатить безналичным способом. На сегодняшний день мы прорабатываем и проводим переговоры по внедрению маршрутной карты дорожной. Которая будет сочетать не просто разовый проезд, наличный и безналичный, 21 на сегодня или 23 рубля. Но и будет пакет предлагать. Каждый гражданин для себя удобный этот пакет будет приобретать. Там разная будет стоимость в итоге одной поездки. Подобная ситуация на предприятии уже складывалась пару лет назад. Только задолженность была в два раза меньше. 70 миллионов рублей. С недавнего времени СГЭТ возглавляет Владимир Прохоров. Вот он сидит на совещании у мэра. Его же решением рулить электротранспортом он переведен из Дорстроя после скандальной истории с расходованием средств на контроль численности бродячих собак. Как результат скандал федерального уровня и уголовное дело в отношении сотрудников. Эхо этой истории до сих пор доносится из-под колес проезжающих мимо трамваев. Мэр Саратова, несмотря ни на что, ставит задачу сохранить и развить электротранспорт в городе. В общей массе задолженности долг перед СПГС это довольно существенная сумма. Но даже в случае погашения так и останутся. Километры искореженных трамвайных путей, на чьё восстановление потребуются миллионы, устаревший подвижной состав и многие-многие другие проблемы. Депутат Андрей Карасёв как рыба в воде по вопросам общественного транспорта. Особенно трамваев. За приверженность к этому виду он даже снискал народную любовь. Когда-то меня звали трамвайный депутат. Ну я это не в обеду, потому что практически, так как я ветеран, я в город езжу в МАНА, а на все наши мероприятия езжу в трамвай специально. Это лишь лирическое отступление. В сознании депутата есть пошаговая стратегия, как вернуть экологическому транспорту былое величие. Один из пунктов – сделать трамваи и троллейбусы дешевле автобусов. Это ускорит оздоровление экономики МУПСГЭТ. А если 23 рубля оставить на транспорт автобусы, а сделать проезд в электротранспорте 20 рублей и сделать хорошую рекламу, что электротранспорт движется быстрее. Ну у нас же везде реклама идет. Почему здесь за эту услугу не можно рекламировать? Это раз. Еще один момент. А что нам область платит? Городу? Я думаю, вам кто-то сказал. Ведь 23 рубля, а область нам компенсирует всего 12 рублей. Льготник, вот я льготник. 12 рублей компенсирует. Остальные, это значит те деньги, которые мы не можем отдать электрикам, не можем отдать саратским распределителем электросетей, будем говорить так, кто снабжает все полностью СГПС. Вот. А вот и есть. Потому что это не дело, когда половина финансовых средств, которые должна область переводить, она не переводит. Она не только на эти цели не переводит. Вот посмотрите, что это выполнение бюджета положено 100%. А у нас по всем даже на спроектах выполнение 90%. Городская власть же предлагает начать с подвижного состава по принципу «все новое, хорошо забытое старое». В конце декабря мы получили 7 троллейбусов. Вы знаете, что через Мосгортранс мы будем и привезем еще 10 троллейбусов в срок эксплуатации, которые идет обновление в городе Москва. Им там практически до 10 лет. И мы сделали заявку на участие в федеральной программе приобретения муниципалитетами подвижной состав. Мы определились по троллейбусу. 30 вагонов, 30 единиц дали заявку. Мы подходим все равно к реализации проекта «Скоростной трамвай». Мы определились по маршруту номер 3. Проект сделан. И при подтверждении финансирования мы в этом году, возможно, уйдем в первый этап реализации. Там подразумевается в том числе и приобретение новых современных низкопольных составов с полным комплексом услуг и кондиционирования, информационные оповещения и так далее. Энергетики же предлагают мыслить менее глобально, а вернуться к вопросу возвращения долга, пока напряжение не выросло до полного отключения. Уже прошло остановочное совещание на базе прокуратуры. Нас собирали, в том числе с представителем ИСГЭТа и лиц, принимающий решение на уровне правительства. Прокуратура принимает решение на данный момент о мерах прокурорского воздействия. После какой-либо обратной связи с стороны правительства будем думать о дальнейших действиях. Тем более мы надеемся, что нас услышат и хотя бы составят план график погашения данной задолженности. В любом случае новые старые троллейбусы не смогут ездить без электричества в проводах, а такими темпами блэкаут не за горами.